Привет, привет, мои дорогие студенты! Сегодня у меня для вас новое видео. Здесь, на канале Practical Russian, мы изучаем русский язык. И сегодня я хочу поговорить о мнении окружающих людей. Кто-то что-то сказал о вас нехорошее. Что делать? В этом видео, как я обещала ранее, мы будем изучать кто-то, что-то, когда-то, где-то. И я расскажу вам, что я думаю, как я делаю в своей жизни, когда я слышу что-то нехорошее о себе. К видео будет транскрипция, ссылка внизу. Также я записываю небольшие подкасты, это истории. Из жизни одного человека, ссылка на подкасты внизу. Там же есть книга с историями, транскрипции к этим подкастам. А сейчас давайте начинать. Поехали! Сегодня мы поговорим о том, что мы видим и слышим каждый день. Мы часто слушаем мнение других людей. Мы часто слушаем мнение окружающих нас людей. Мы живём в мире, нас окружают люди, и мы часто слушаем их мнение. Кто-то сказал вам, что вы плохо работаете. Теперь вы думаете, что это правда. Кто-то сказал вам, что вы плохо выглядите. Теперь вы думаете, что это правда. Кто-то сказал вам, что вы глупый человек. Теперь вы думаете, что это правда. Вы думаете, что это так. Но правда ли это? Конечно, нет. Это мнение этого человека. Но это не так. Нужно ли слушать мнение окружающих людей? Я думаю, что да. Нужно слушать мнение близких людей. У вас есть семья, у вас есть друзья, и обычно наши близкие люди желают нам добра, и они не будут говорить что-то плохое вам. Они не будут говорить какие-то плохие вещи о вас. Поэтому я думаю, что это полезно слушать их мнение. Конечно, нужно слушать мнение других людей тоже. Возможно, они правы. Но не всегда. Это так работает. Когда-то я была молодой, и я верила всему, что мне говорили. Я была очень наивной. Когда-то я была, возможно, даже глупой. Когда-то я была очень доброй девочкой. И, надеюсь, сейчас я уже не такая наивная. Я не всегда верю тому, что кто-то говорит обо мне. Если вы встретили какого-то незнакомого человека, и он сказал что-то вам, нужно ли верить этому? Вам точно нужно послушать, что этот человек говорит, и потом решить для себя. Вам подходит эта информация или вам не подходит? Вы согласны с мнением этого человека? Или вы не согласны с мнением этого человека? Я думаю, что слушать мнение окружающих нужно, но не нужно реагировать, когда кто-то что-то сказал о вас нехорошее. Этот кто-то так думает, но это не факт, что это правда. Каждый день окружающие люди и окружающий мир влияют на нас. Окружающие люди влияют на нас, они влияют на наше настроение, и также окружающий мир влияет на нас. Мнение этого мира тоже важно для нас. Когда вы открываете социальные сети, вы видите, как кто-то где-то отдыхает, а вы тут работаете. Это влияет на вас. Вы видите, как у кого-то есть большой дом, а у вас, например, нет. Вы видите, как кто-то ездит на дорогой машине, а вы нет. Вы видите, как кто-то зарабатывает миллионы, а вы нет. Действительно ли это так? Действительно ли эти люди успешны и богатые? Где-то я слышала, что богатство обычно невидимое. Где-то я слышала, что действительно богатые люди обычно очень скромны. Где-то я слышала, что богатым людям не нужно показывать, что у них есть. Где-то я слышала, что богатым людям не нужно доказывать, что у них есть. Когда вы смотрите социальные сети, вы видите картинку. Вы видите идеальную картинку. Но вы не знаете точно, это правда или нет. Таким образом окружающий мир влияет на нас. Но мы точно не знаем, это правда или нет. Мы не видим реальную картинку. Мы не видим, какие трудности у этого человека. Мы не видим, какие проблемы у этого человека. Мы видим только самое лучшее. И, конечно, когда мы смотрим, как кто-то живёт, мы тоже хотим так жить. Мы тоже хотим куда-то ездить. Мы тоже хотим где-то отдыхать. Мы тоже хотим что-то красивое покупать. Этот окружающий мир влияет на нас, и он влияет на наши желания. Мы тоже хотим всё это, что мы видим вокруг. Где-то я прочитала, что нужно постоянно спрашивать себя, зачем я это делаю. Или почему я это делаю. Например, сейчас вы сидите и работаете где-то. И вы спрашиваете себя, зачем я работаю. Зачем мы работаем? Чтобы покупать продукты, чтобы у нас были деньги. Или вы спрашиваете, почему я работаю? Почему я работаю в этой компании? И вы отвечаете себе, мне нравится то, что я делаю. Мне нравится работать в этой компании. Или другой пример. Вы сидите и что-то читаете. И вы спрашиваете себя, зачем я это читаю? Вы читаете книгу об истории Франции, например. Зачем вы это читаете? Потому что вам интересна история Франции. Почему вы читаете именно эту книгу? Потому что вам интересна история Франции. Или другой пример. Вечером вы пойдёте куда-то. И вы спрашиваете себя, зачем я пойду туда? Например, вы пойдёте в театр. Вы спрашиваете себя, зачем я пойду в театр? Потому что я люблю театр. Потому что я хочу пойти туда со своей семьёй. Или почему вы пойдёте туда? Потому что вы любите театр и хотите провести время с семьёй. Нужно постоянно спрашивать себя, зачем или почему. Мы каждый день делаем что-то. Мы каждый день читаем что-то. Мы каждый день смотрим что-то. Но когда вы спрашиваете себя, почему вы делаете именно это? Почему вы читаете именно это? Почему вы смотрите именно это? Вы лучше понимаете себя, вы лучше понимаете, что вам нравится и что вам не нравится. Каждый день мы с кем-то разговариваем, каждый день мы с кем-то общаемся. И это очень важно, с кем вы общаетесь, потому что эти люди влияют на вас, и вы влияете на этих людей. На русском языке есть такая фраза «Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Я думаю, эта фраза есть на разных языках. Это значит, вы и ваши друзья похожи, у вас похожие интересы. Если ваши друзья, знаю, очень активные, интересные, спортивные, скорее всего, вы тоже такой человек. Спортивный, интересный и активный. Мы влияем друг на друга. Вы с кем-то общаетесь, вы влияете на этого человека, он влияет на вас. Вы что-то смотрите, и эта информация влияет на вас. Ну, вы не влияете на эту информацию. Уж извините, что я могу сказать? Какой вывод нужно сделать? Всё вокруг влияет на нас. Вы что-то смотрите, вы что-то читаете, вы что-то изучаете, вы что-то делаете. Вы можете делать что-то полезное, вы можете делать что-то бесполезное. Это не так важно. Но когда вы спрашиваете себя, вы лучше понимаете, что вы хотите и чего вы не хотите. Я хочу повторить эти несколько пунктов. Номер один. Кто-то сказал что-то о вас. Это важно? Это не так важно, если это какой-то человек, незнакомый. Это может быть важно, если это какой-то ваш близкий человек. Можно слушать мнения окружающих, но это не так важно. Номер два. Кто-то где-то отдыхает. Вы видите в социальных сетях, кто-то где-то отдыхает. А вы тут работаете. Это только картинка в интернете. Это может быть неправда. Вы не знаете, какие проблемы у этого кого-то, у этого человека. Номер три. Вы что-то делаете. Хорошо спрашивать себя, зачем я это делаю. Вы что-то читаете, вы что-то смотрите, вы где-то работаете. Вы можете спрашивать себя, зачем я это читаю, зачем я это смотрю, зачем я здесь работаю. Номер четыре. Вы с кем-то общаетесь. Важно, с кем вы общаетесь. Кто ваши друзья, это очень важно. Мы точно с кем-то общаемся в жизни. И если эти люди активные и позитивные, скорее всего, вы тоже активные и позитивные. Сейчас я хочу объяснить грамматику. В прошлом видео я рассказывала, как использовать нибудь. Вы можете посмотреть это видео, оно уже есть на канале. Когда мы используем нибудь, мы имеем в виду что-то любое. Кто-нибудь значит любой человек, что-нибудь значит любая вещь, когда-нибудь значит в любое время, где-нибудь значит в любом месте. Когда мы используем то, это или что-то уже случилось, но мы забыли, или мы не знаем. Это что-то определённое. И мои примеры из истории. Кто-то где-то отдыхает. Это какой-то определённый человек, и он отдыхает в определённом месте. Это не любой человек и не любое место. Или кто-то что-то сказал о вас. Это какой-то человек определённый. сказал что-то. Это уже случилось в прошлом. Он что-то сказал о вас. Он сказал что-то нехорошее. Это что-то определенное. Ну и, как всегда, мои вопросы. Вопрос номер один. Как вы думаете, окружающий мир влияет на вас? Вопрос номер два. Кто-то из ваших близких сказал вам недавно что-то приятное? Что это было? Вопрос номер три. Вы уже где-то слышали о том, что я рассказала в этом видео? Вы уже где-то слышали о том, что я рассказала в этом видео? Ну и хорошо. Как вы реагируете если кто-то что-то сказал о вас нехорошее? Пишите в комментариях. Также внизу по ссылке есть мои подкасты. Слушайте их, читайте транскрипцию, делайте упражнения. Эти подкасты для уровня интермедиат, но вы можете читать эти истории и переводить новые интересные слова и фразы. Бесплатный файл можно получить по ссылке внизу. Также если вы хотите поддержать мою работу, мой канал, все ссылки внизу. И я даю уроки. Можно найти ссылку. В следующий раз, следующее видео здесь, если вы не посмотрели, как правильно использовать нибудь. Пока-пока.